В Кирове построят десяток новых школ. Где именно они появятся и в какие сроки? Об этом и не только мы расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите «Дайвича». Меня зовут Елена Чехомова. Здравствуйте. Новую пугающую цифру озвучили в Кировском оперштабе. Зараженных коронавирусом за сутки уже почти две тысячи. В хостеле на улице Заводской опасно находиться. Мини-отель закрыт после иска прокуратуры. Самолеты Маскирова теперь не только во Внуково. Летом авиакомпания «Победа» запустит рейсы еще до одного столичного аэропорта. Художественный руководитель драмтеатра Евгений Ланцов сегодня работает последний день. Почему эта новость для него самого стала неожиданностью? Один человек погиб, другой получил травмы в ДТП в Арбашском районе. По предварительной информации ГИБДД, сегодня в половине одиннадцатого на 256-м километре федеральной автодороги Вятка 43-летний водитель Рено Логан выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с КАМАЗом, автомобилем дорожной службы. В результате происшествия мужчина-водитель автомобиля Рено Логан погиб. 45-летняя женщина-пассажир данного автомобиля получила травмы. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и условия автомобильной аварии. Продолжение следует... Тем временем инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев назвал срок выхода России на плато по COVID-19. По его словам, это может произойти через три недели, пишет Лента.ру. «Количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но пока до плато далековато. Плато — это когда сколько заболело за сутки, столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших», — пояснил он. И добавил, что пациенты продолжат накапливаться, это цитата тоже, в стационарах еще в течение трех-четырех недель. После этого можно ожидать прекращения роста заболеваемости, а затем и улучшения эпидемиологической ситуации. Отрицают вину в превышении должностных полномочий. В суде прокурор зачитал обвинение по делу экс-главы администрации Кирова Ильи Шульгина. Об этом пишет портал «Бизнес новости». Илью Шульгина и экс-руководители УДПИ Алексея Ишутинова обвиняют в том, что в 2019 году они согласовали и допустили закупку 20 некачественных средств фото- и видеофиксации. В итоге был нанесен материальный ущерб городу более 21 миллиона рублей. На суде Шульгин сказал, цитата, «Заслушав данное обвинительное заключение, ничего кроме недоумения у меня не возникает. Я считаю обвинения надуманными и незаконными». Алексей Ишутинов отказался от пояснений, заявив, что выскажет отношение к обвинению после допроса всех свидетелей. Нарушения противопожарной безопасности выявили сотрудники прокуратуры Первомайского района города Кирова в хостеле на улице Заводской. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что в хостеле нет пожарной сигнализации, аварийного освещения, пути эвакуации и второго выхода. Учет огнетушителей должным образом не ведется. Были и другие нарушения. Они создают угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в хостеле. Прокурор направил иск в суд с требованием запретить эксплуатацию данного объекта до полного устранения выявленных нарушений закона. Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения суда после его вступления в законную силу находится на контроле органов прокуратуры. Центр города Зональный Урванцево. Кировские родители ждут появления новых школ везде. Это показал опрос в паблике «Родительский контроль». Пользователи проголосовали не только за предложенные четыре района, но и активно писали свои варианты. Бересники, Филейка, Слобода, Курочкины, Заводская, Солнечный берег и другие. При этом активисты родительского контроля констатируют, в этом году, по данным правительства области, будут сданы две школы на тысячу мест в Радужном и на 300 человек на Пролетарской 11А. До конца 2023 года в Кирове планируется построить еще 12 учебных заведений в районе Зубаревского леса, Ганина, Долгушина, в Озерках, Чистых прудах и т.д. Также школа на 1500 ребят должна появиться на земельном участке бывшего Кватуда 2025 года. Запланированы и пристрои к существующим школам номер 30, 53, 58, 48 и 66. В связи с ситуацией, что у нас действительно идет такое глобальное строительство новых школ, и у нас сейчас объявлена третья волна, и планируется вот как раз заявки подавать на новые школы, где еще будут строить. То есть сейчас на данный момент определяется по возможности, где построить, то есть где есть участок. А я просто запустила вопрос с вопросом, а где на самом деле она нужна и необходима, эта школа, и как бы действительно показывает практика то, что строить будут не там. То есть сейчас, конечно, острая проблема стоит именно в старом центре. То есть это вот Слобода Шевели, так называемо, будет там, не будет, тоже очень большой вопрос. То есть смогут там построить, не смогут. Слобода Курочкина, потому что там дома построили, там вообще никакой не отсутствуют уже структуры совсем. Зиновый, ну вот это получается, зональный, то есть там тоже как бы одна школа есть, она не справляется, домов много. В расчистке города от снега задействованы более 80 единиц техники. Особое внимание подрядчики уделяют спускам, подъемам, мостам и путепроводам, сообщили в администрации города. Вместе с комбинированными дорожными машинами выведено максимальное количество тротуарной техники. Бригады рабочих, а это 72 дворника, вручную расчищают остановочные площадки и труднодоступные для механизмов участки пешеходных зон, а также обрабатывают дороги реагентами. В мэрии отмечают, что без внимания не останутся и грунтовые дороги. Мы заблаговременно начали обрабатывать проезжую часть противогололедными материалами, галитом марки А, городские улицы и дороги. И второстепенные улицы мы обрабатываем песко-соляной смесью с загородной территорией. Сейчас пока обрабатываем в основном спуски и подъемы, опасные места. С обеда планируем выводить колонны для прометания уличной дорожной сети. Также мы сейчас уже очищаем тротуары. Из Шереметьево в Киров прямым рейсом. Авиакомпания «Победа» запускает 17 новых направлений, среди которых значатся и рейсы на Вятку. Об этом пишет «Известия». Как сообщает перевозчик, в летнее расписание этого года планируется включить 35 направлений. Среди них полеты в Астрахань, Анапу, Архангельск, Волгоград, Геленджик, Нижнекамск, Новороссийск, Калининград и другие города. Когда именно из аэропорта Шереметьево можно будет улететь «Победы» в Киров, не уточняется. Пока самолеты до Москвы летают в аэропорт Внуково. Евгений Ланцов покинул пост художественного руководителя Кировского драмтеатра. Сегодня у мэтра последний рабочий день в этой должности. Информацию подтвердил сам Евгений Юрьевич в телефонном разговоре с нашим корреспондентом. По его словам, 10 февраля заканчивается действие его договора с театром. Продлять трудовые отношения с ним отказались, что стало для Ланцова полной неожиданностью. Неделю назад Евгений Ланцов взял отпуск и уехал в Москву для постановки спектакля в столице. Перед отпуском ему и сообщили, что контракт продлевать не будут. Евгений Ланцов пришел в драмтеатр 4 года назад. За это время он поставил не один десяток спектаклей. Среди них такие популярные постановки, как «Земля Эльзы», «Гроза», «Детектор лжи», «Фальшивая нота» и другие. Я активно работал, я даже ни слов, ни духом не ведал об этом. Ну, руководство театра не решает, принимается решение как минимум на уровне министерства. У меня планов полно. Я сейчас ставлю спектакль в Москве, а там дальше. Что вы? Я не останусь без работы. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. А еще пишите нам, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а в час 30 программу о предпринимателях «Изи Биз». У меня на этом все. В студии работала Елена Чехомова. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!